Дорогие друзья, следующая станция астрологическая. Вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время» на радио «Шансон» в эфирной студии «Роман Шахов, Любовь Володина». Дорогие слушатели, доброго вечера, звездного вечера. Сегодня мы обратимся к звездному небу и сделаем это профессионально. В эфире у нас рубрика «Звездный календарь» и астролог Екатерина Максимова. Катя, привет. Здравствуйте, очень рада снова быть с вами. Итак, Юль. Очень взаимно, да. Юль месяц очень плодовитый вообще во всех смыслах. И такой девиз этого месяца, как сказал Маяковский, «Светить всегда, светить везде» – вот лозунг «Мое солнце». На самом деле месяц действительно многообещающий до его середины. К сожалению, в середине, начиная с 11 июля, будет очень напряженное время. Про это я, конечно, скажу еще очень подробно, потому что это важно. Но до этого такая благодать, в общем-то, очень многим, так как это энергии, сейчас идет энергия рака, потом она перейдет в энергию льва, солнце в зените. То есть, конечно, это такая чистая квинтэссенция творческой энергии лев и рак. Рак – это вообще дом, семья. Лев – это вообще любовь в чем-то, театральные всякие искусства. Он благоволит этим. Поэтому в июле очень многим захочется встречаться с новыми людьми, заводить романы. Именно поэтому летом нам так хочется любви. Кстати, тут все астрологически обосновано. Очень у многих появятся какие-то творческие новые проекты. И, кстати, месяц очень такой для тех, кто хочет завести детей, вот как ни странно. Вроде бы, да, я такую сейчас общую температуру по палате, конечно, говорю. Но, тем не менее, это хорошее время для тех, кто хочет зачать ребенка. Месяц рак, он считается вот очень благоприятным. До какого числа? Просто многие календарь смотрят. До 21-го, Рома, до 22-го. Когда солнце перейдет в льва, уже не так. А рак – очень плодовитый месяц. Тем более, до 11-го июля Венера у нас в раке. Ну, то есть, если вот планировать, до 11-го – вот классное время. Так что вот ловите, ловите, ловите момент. Поэтому, в принципе, время очень такое солнечное. И если бы не, к сожалению, аспект, который у нас будет с 11-го по 17-го. Ложка депти будет. Да, очень такая, причем серьезная. Вроде бы сейчас, да, был непростой июнь. Мы как бы вздохнем, мы расслабимся. И действительно, все очень как-то так легко складывается. Но с 11-го по 17-го июля у нас будет аспект соединения Марса с Ураном. Марс – это напряжение. Это такая очень планета агрессивная. Уран – это небо, уран – это авиация. Поэтому, к сожалению, с 11-го по 17-го июля у нас могут быть проблемы в авиации. Могут быть какие-то, не дай бог, техногенные катастрофы. Могут быть землетрясения, потому что это все происходит в знаке Тельца. Вот, поэтому я рекомендую с 11-го по 17-го июля очень быть людям осторожными. Вот, расслабились до этого, будьте осторожны. Естественно, это не всех затронет. Но я думаю, что наблюдателями какого-то такого достаточно неприятного инцидента процесса мы будем все. Могу сказать сразу четверку знаков в определенном диапазоне, сейчас я продолжу, которым надо быть особенно осторожным. Мы сейчас осторожно послушаем рекламу и вернемся. Полезное время на Радио Шансон. Евгений Григорьев только что на Радио Шансон. Дорогие друзья, 23-го ноября в лайф-арене на Эх, Разгуляя 2024. И не только Евгений Григорьев. Все подробности и информация о билетах на сайте радиошансон.ру. Приходите, будет разгульна. И мы сейчас возвращаемся к нашей звездной астрологической теме. Катя, продолжай. Те, кому нужно быть особо осторожными, это опять четверка фиксированного креста, тельцы, скорпионы, львы и водолеи, но рожденные в определенное только время. Значит, тельцы, рожденные с 11 по 20 мая. Им нужно быть очень осторожны. Скорпионы, рожденные с 11 по 20 ноября. Так, подожди, с 11 по 20 ноября? Ноября, да. Львы, пришедшие в этот мир с 11 по 20 августа. И водолеи, родившиеся с 11 по 20 февраля. У нас все время один диапазон, но в разной месте. Вот им особенно нужно в эти даты, значит, еще раз повторюсь, с 11 по 17 июля, особенно в точные дни. Это когда точное соединение Урана с Марсом, это 14, 15, 16 число. Вот если у вас назначены какие-то поездки, мероприятия, ну, надо быть очень осторожны. Если есть возможность не лететь вот этим людям, можно лучше как-то по земле. По земле и передвигаться. Ну, если есть возможность такая. Будут только на работу ходить в эти дни. Да, и, конечно, лучше посоветоваться со специалистом, если верите в астрологию, с астрологом. Можете посоветоваться с нумерологом, можете посоветоваться с психологом. Ну, вот посоветоваться. Как все-таки лучше избежать каких-то напряженных ситуаций. Это то, что касается вот этой четверки. А всем остальным, конечно, тоже нужно соблюдать осторожность, потому что, понятно, у всех разная натальная карта. Если где у кого какая планета попадает, это же я сейчас говорю только по Солнцу, да? А у кого-то Луна может быть в этом диапазоне, Венера и так далее. То есть, конечно, это надо знать свою натальную карту, куда, в какой градус попадает. Это только по Солнцу я говорю, но в любом случае вот этот диапазон с 11 по 17, эмоционально он для всех будет тяжелым. Так как это уран, это значит обострение каких-то внутренних конфликтов, людям захочется все поменять, сорваться с места, разорвать те отношения, которые у кого-то уже сложились. То есть, там у кого бьет в какую точку, да, это... Но эмоционально это будет вот как бы очень тревожное такое время. Как спасаться? Спасаться физической нагрузкой. Это Марс у нас. Дышать. Ну, двигаться, двигаться, выпускать таким образом. После 17-го будет легче, да? Да, после 17-го будет легче. В июле это вот такие самые опасные даты. Ну, мы, конечно, пройдемся по неблагоприятным, но вот особенно вот этот вот, конечно, диапазон... Уран и Марс, мы с ними разобрались? Ну, да, наверное, да. И дальше ретроградный Сатурн к нам заглядывает в гости, правильно? Да, ретроградный Сатурн. Он стал вот совсем недавно ретроградным, 29-го июня, собственно, сейчас он ретроградный. Это такое замедление во всем у тех, кто у нас под покровительством Сатурна, это водолеи, козероги. Они могут все почувствовать, когда их планета-управитель идет по пятную сторону, апатию, упадок сил, все как бы валится из рук. К сожалению, это будет до 15-го ноября такая ситуация. Да, но для всех это что такое Сатурн? Это недвижимость, он управитель недвижимости. И лучше не начинать, например, если первый раз вы сдаете квартиру или какую-то недвижимость в аренду, то тогда лучше этого не делать до 15-го ноября. А вот те, кто уже сдавал, вот у меня несколько знакомых, вот как раз они сейчас будут пересдавать квартиру, снова сдавать. Хорошо, если вы раньше сдавали, а сейчас у вас снова возможность сдавать, тогда ваше время вы, скорее всего, найдете быстро клиентов хороших. То же самое с продажей недвижимости. Если вы хотите сейчас ее начать продавать, очень это может быть невыгодно для вас, как-то сделка может срываться и так далее. А вот если вы долго пытались это сделать раньше, и сейчас это снова третья, какая-то четвертая попытка, скорее всего, у вас все получится. То же самое касается ремонта в квартире и в доме. Вот начинать его не рекомендуется до 15-го ноября, а тем, кто уже его никак не может докончить, сил нет, то сейчас, скорее всего, придет второе дыхание, и вы будете все, будет у вас хорошо получаться. И со стройкой тоже, да, если что-то строится? Да, 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 стройка это вот как раз тоже. Сатурн вообще, он покровитель архитектуры, всего такого застывшего. Но тут есть еще один момент про ретроградный Сатурн, он становится ретроградным в рыбах, в знаке рыб, на рыб это повлияет, они могут почувствовать недомогание в июле. Я про это еще скажу, то есть вот обострение каких-то иронических заболеваний у представителя знака рыб. Но еще, к сожалению, вот начиная вот с 5-6 июля, может быть обострение каких-то инфекций на море, потому что это рыбы. Да, то есть вот поехали в отпуск, да, и какой-то там ротовирус или что-то такое, вот может быть действительно сейчас какая-то, ну не эпидемия, но обострение. Поэтому очень простой способ, просто мойте руки чаще, и овощи, и фрукты, потому что такое сейчас может быть везде. Друзья, что еще может быть интересного в июле, мы расскажем чуть позже, оставайтесь в нашей компании, сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся. Полезное время на радио Шансон. Алена Петровская и Евгений Росс только что на радио Шансон. Друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время». У нас астролог Екатерина Максимова, которая продолжает рассказывать, чем же будет интересен июль 2024 года. Да, я думаю, что сейчас все ждут, потому что все хотят услышать все равно про свой знак зодиака, и пишут, говорят спасибо, что по знакам. Но каждый раз повторяю, что это тренд, это тренд. Если вы хотите подробную консультацию на ваш месяц, надо обращаться к специалисту, потому что это какая-то тенденция, но пройдемся по каждому. Обязательно. Месяц для многих очень позитивный, я про это говорила, и он очень позитивным будет, на самом деле, для знака Овен. Динамичный, потому что Меркурий, вот он уже сегодня вступил во Льва, он делает очень хороший трин солнцем Овна, потом Венера переходит во Льва, тоже очень для них позитивно. И это месяц новых встреч, новых переговоров, новых поездок, встреч со своими какими-то новыми романами-любовями для Овнов, ловите момент, и много может быть поездок, вот прямо вот сейчас, начиная со 2-го, где-то по 22 июля, для Овнов очень хорошее время, чтобы путешествовать. Все остальные 11 знаков тоже хотели бы что-то для себя? Обязательно, да. Тельцы. Тельцы. Для тельцов тоже очень хороший месяц, но, значит, до энергии рака, она дружественна для тельца, потому что у них, в принципе, Луна, соуправитель-управитель. Тельцы в первой половине месяца, даже до 15-го, до 17-го июля, они почувствуют очень хорошую, то, что руководство увидит, наконец, что они из себя представляют. У многих тельцов может быть повышение, может быть расширение полномочий, может быть неожиданное, причем, приходы каких-то вот таких вот творческих планов, а после 17-го, 18-го им хорошо отправляться в поездку, путешествовать, и у них в самом конце месяца могут быть какие-то проекты, связанные с преподаванием и вообще вот публикациями какими-то. Так что месяц для тельцов хороший. И о синтетических тоже самое. Да, конечно, я же говорю, что это тренд, поэтому если вы знаете, что у вас много планет в каком-то знаке, соответственно, вы синтетический телец или близнецы, и это очень важный момент, потому что бывает у человека солнце одно такое в знаке, а все остальное в другом. Тогда он козерог, а не, например, там, телец. Это вот такой момент интересный. Близнецы. Близнецы. Близнецов, в принципе, месяц непростой. Он достаточно конфликтный. С 20 июля Марс перемещается в знак Близнецов. Но могут быть очень хорошие какие-то финансовые неожиданные поступления, потому что Юпитер все-таки идет по знаку Близнецов. По работе могут быть тоже интересные предложения весь месяц. Единственное, в чем проблема, это могут быть конфликты с родственниками, со второй половиной, выяснение отношений. Марс, с одной стороны, прибавит энергии после 20-го числа, но и даст распри. Именно на семейном, вот в семейном кругу. Поэтому тут надо просто немножко, в общем, не выяснять отношения, если вы хотите удержать тандем до хотя бы там августа месяца. Рак. Рак. Ну, раки короли этого месяца, особенно до 20 июля, до 22-го даже у нас солнце переходит во льва 22-го числа. Очень хороший месяц. Ловите волну. Водная стихия рака. Наслаждайтесь жизнью. Очень, может быть, много свиданий у вас. Кто ищет вторую половинку. Творческие раки могут прийти вдохновение и какие-то новые проекты. И еще расскажу про фертильность. Про возможность зачатия. Больше, вот особенно раком. И в водной триаде, кстати, рыбам, раком и скорпионом. На 22-ое число, да? Вот как идеально. Да. Поэтому для раков очень хороший месяц. И одинокие раки вполне могут найти своего вот... Половень. Того человека, которого они давно искали. Львы. У львов тоже вроде бы соляр начинается 22-го числа. Но львы не так реагируют на начало соляру, как раки. Они очень самокритичные. Им нужно признание. И в этом у них проблема всегда, когда начинается их соляр. Поэтому вот первые половины месяца, где-то до 22-го числа, они могут мучиться вот такими вот ощущениями, что они должны получить больше. А то, что они получают, это мало. Еще Плутон квадратит их солнце. Это какие-то встречи с внутренними прям вот страхами в июле, может быть. Мы наконец... Львы понимают, что их останавливает. То есть это вот время встречи со своим вот тенью, как бы, для льва. Но после 22-го числа наступает более позитивный такой период. Солнце переходит в ваш знак. После 11-го июля Венера во льве. Поэтому вот вторая половина месяца, она для львов более позитивна. Они почувствуют, вздохнут широко. И поездки им хорошо предпринимать тоже после 22-го июля. Прекрасно. Дальше дева. Дева. У дев может быть проблемы, к сожалению, со здоровьем возникнуть. В июле под прицелом дыхательная система, нервная система, костная ткань тоже. Поэтому лучше обращаться к врачу. Если какие-то очаги где-то инфекции, то быть осторожными. Но Меркурий переместится в деву после 26-го июля. И вот у них больше возможностей себя проявить уже будет в самом конце месяца у дев. И отпуск тоже хорошо им планировать уже после 26-го июля. Где-то конец июля, начало августа. Весы. Вот весы попадают в категорию тех, у кого вот это соединение урана с Марсом очень будет ощущаться, к сожалению. То есть вот то, что я говорила, что все почувствуют вот это ощущение, что нужно все бросить. У весов это будет вот прямо вот на первом месте, к сожалению. То есть они особенно с 11 по 17 июля, они могут почувствовать, что они на вулкане реально. Им нужно все, старую шкуру сбросить, начать новую жизнь, переехать на новое место, бросить работу, бросить любимого человека – опасное время. Опасное. Но это скорее, знаете, когда вот вскрывается какой-то фурункул. То есть вот будьте, наблюдайте, что вот такое происходит. И прислушаться к себе или... Да, наблюдайте, что будет происходить с 11 по 17 июля у вас в жизни, где вот вскроется вот этот вот наболевший фурункул. И тогда можно будет дальше идти, понять, вот это все, это мешало, это оттягивало. А уже после 20-го числа у них будет полегче, и им тоже лучше после 20-го числа. Ну, сейчас все про отпуска говорят, отправляться в отпуск. Скорпионы пока в отпуск не собираются, но это я про себя. Кто-то собирается, кто-то собирается. Для скорпионов тоже это очень удачный месяц. Вообще триада водные рыбы, раки, скорпионы, но про рыб я еще отдельно скажу, они очень хорошо будут себя чувствовать в этом месте. Скорпионы могут почувствовать себя в центре внимания. Особенно женщины-скорпионы, они будут любимые, они почувствуют внимание, они могут завязывать новые какие-то тоже романы, будет много флирта, творчества будет много, кто из творческой среды скорпионы. И у них очень могут быть хорошие путешествия и поездки. Месяц июль весь для путешествий, и скорпионы хорош. Он хорош для отдыха, честно говоря, не для работы. То есть вот они проявятся в отдыхе, они восполнят силы, и они покажут себя на полную катушку скорпиона. Где там про меня, Катя? Я ничего не планирую из того, что ты предлагаешь. Ну так это же может прийти отдых, то он же может быть и выходной день, например, да? Это же отдых по-разному. Прогулки вдоль Москвы реки. Конечно. Предстоящие выходные. Люба, нужно просто организовать тебе кусочек отдыха. Хорошо. Правильно? Так же тоже можно сделать. Так, стрельцам что-нибудь скажем? Да, обязательно. У стрельцов такой противоречивый месяц. С одной стороны до 11 июля там будет хороший тринцах солнца Венера, который будет в Ольве. Можно тоже познакомиться стрельцам где-то до 11 июля. Но вот у кого устоявшиеся тандемы, им может быть очень непросто. То есть они как раз начнут вот похожи с весами, но не в той степени. У них тоже может быть ощущение, что там семья уже вот очень сильно устаревшие, какие-то правила, все надоело. То есть вот сложно будет удержаться от каких-то резких высказываний в кругу семьи, честно говоря. Но одинокие вполне могут в этот месяц, особенно в первую половину, себя как-то очень на личном фронте проявить. Им, кстати, отдыхать лучше ехать в августе, если стрельцам не в июле. Ну это классическим стрельцам опять же. У Козирогов тоже не очень, я бы так сказала, такой месяц позитивный, потому что, во-первых, их управитель становится ретроградным. Они чувствуют вот это ощущение апатии, что все как-то заторможено, что все процессы вообще в их жизни идут очень медленно. Но, к сожалению, это просто такой этап, и надо к этому спокойно относиться. У них может быть срывы договоренностей, деловых, бизнес, по бизнесу быть какие-то тоже непростые ситуации. И, в общем-то, лучше в этом месяце Козирогам и Юля залечь на дно. До ноября лежать на дне? Нет, 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 ну, конечно, нет. Это то, что касается вот именно упадка, такого сил может быть у них. Но залечь на дно до августа. Вот в августе хорошо им тоже отправляться в отдых, в отпуск. В июле Козирогам я бы тоже куда-то далеко бы не советовала. На дачу вполне, а вот куда-то дальние дали, может быть, опасно. Чего ожидать водолеям? Водолеи тоже могут почувствовать некие... Потому что водолеи и Козироги, они под управительством Сатурна находятся, водолеи в меньшей степени. Но, тем не менее, упадок сил есть, но удалив более позитивный месяц, они будут заниматься, очень хорошо заниматься обустройством дома. Как раз про ремонт я говорила. То есть вот доделывать ремонт, обустраивать жилище, покупать какую-то новую мебель, заботиться о своих близких. То есть июль для них месяц создания какого-то очага, какого-то гнезда. После 20-го им хорошо будет отправляться путешествие июля. Последняя декада для них хороша, для отпуска. Ну и рыбы. Да, про рыб я уже немножко рассказала, потому что у них будет обострение каких-то, может быть, хронических заболеваний. Им нужно действительно обращать внимание на свое здоровье, на нервную систему особенно. Но рыбы – это водная стихия. И для них июль месяц тоже романтики. Рыбы в этом месяце могут отхватить свою любовную волну и получить прямо вот тоже отдачу от того союза, романтику, которую они хотят. То есть партнер им это вполне может дать. Всем любви. Ну а сейчас, да, большой привет тем, кто любит не только слушать, но и танцевать под радиошансон «Школа танцев. Братья Жемчужные» в продолжении «Полезного времени». «Полезное время» с Романом Шаховым и Любовью Володиной. «Полезное время» продолжается. Напомню, что у нас в гостях астролог Екатерина Максимова. И что интересного, в июле мы в течение этого часа рассуждаем. Переходим к следующей части. Да, дни, как мы обычно говорим, которые хороши для начала чего-то в карьере, для любви и какие-то аварийно-конфликтные дни. Я еще раз хочу уточнить, потому что меня иногда пишут, хотя я уточняю, еще раз хочу уточнить, что это такое, как это для всех вроде бы знаков зодиака и дни. Мне спрашивают, это для всех знаков зодиака? Я говорю, это для всех знаков зодиака. Еще раз объясню, как это работает. Вот у нас есть день, вот я буду сейчас их перечислять, допустим, для благоприятной, для карьеры, где есть хороший аспект планет, который сигнифицирует карьеру в астрологии. Ну, там еще учитывается Луна и так далее. И вот когда мы что-то начинаем, начинаем или мы назначаем какую-то встречу в этот благоприятный день с благоприятными аспектами именно для карьеры, тогда, соответственно, мы создаем судьбу этому процессу. То есть фактически мы делаем натальную карту, а натальная карта, индивидуальный гороскоп, есть у всего. У любой встречи, вообще любой, да? У любого процесса, у любого какого-то дела. Поэтому если мы понимаем, что мы можем начать что-то тогда, когда там есть благоприятная конфигурация, и, соответственно, у этого может быть, ну, хорошая достаточно судьба и развитие. Благоприятные дни для посадки, да? Зернышко события. Да, да, именно так. Это очень похоже на, как бы, когда мы сажаем овощи. И овощи сажают, кстати, между прочим, по фазам Луны. Это, между прочим, не секрет, что был такой календарь в советское время садовода, и там было это очень важно учитывать. Итак, фазы карьеры, отношений. Фазы карьеры, да. Сегодня, 2 июля, 5 июля, 8 июля, 11 июля. 18 июля хорош для, именно для переговоров с вышестоящими боссом, и еще со старшими родственниками тоже. Но это немножко не карьера, но тем не менее. 20 и 21 июля хорошо для презентаций, каких-то показов спектаклей, у кого творческие какие-то проекты, и вообще для выступлений, чтобы показать хорошо себя. 26 июля хороший день, и 30-е прям вот очень мне нравится. Он по энергетике хороший. Назначайте какие-то сделки, встречи. 30 июля советую. Это дни для работы. Я тут фиксирую сюда. Да, это дни для работы и для карьеры, когда нам нужно начать что-то, чтобы имело хорошее продвижение. Или прошел, например, переговоры хорошо какие-то, когда мы давно уже партнеров знаем, но вот мы назначаем тогда, когда хорошая конфигурация планетарная. На свидание когда идти? Так, вчера был хороший день. 6 июля, 8, 13. 17 июля может быть, вроде бы, да, вот такой конфликтно-аварийный день в плане безопасности, а вот в плане любви может быть любовь с первого взгляда 17 числа. Чудеса. Выйдите куда-нибудь на улицу и вот сразу познакомитесь и через неделю в ЗАГС. Смотрите в оба, дорогие слушатели. 25 и 30. Ну, кстати, не так много для любви и для каких-то... Что-то еще мы должны добавить. Аварийные, конфликтные. Да, к сожалению, их много. И еще раз я про них скажу. Значит, дни конфликтные и аварийные. Значит, 3-го, 4-го, вот завтра, послезавтра эмоционально тяжелые дни, когда будет сложно добиться результата, все будет, может, раздражать, не будут слушать вас ваши партнеры, оппоненты и так далее. 12-е не подходит для решения каких-то творческих задач. Вот 14-е, 15... Ну, вот еще раз добавлю, что с 11-го по 17-е идет прямо... Ну, это уже больше недели опасных дней, когда лучше, если не летать, лучше наземный транспорт, не заниматься экстремальным спортом, особенно связанным с авиацией. Это вот аэротруба, вот это вот какие-то там полеты на парашюте, парапланы, да, вот это все лучше не надо. С 11-го по 17-е напряженные дни, аварийные могут быть какие-то такие аварии. 15-е июля особо уделяется... Вот 14-е, 15-е, 16-е особо выделяется травмоопасностью. 23-й аварийный день, лучше не бывать вместе с коплением людей, не рисковать и не превышать скорость. 24-е, 28-е, 29-е июля, эмоционально нестабильные дни, когда лучше не назначать важных сделок, мероприятий и встреч. Ох, друзья, берем на вооружение. Если что-то пропустили, на сайте радиошансон можно обнаружить информацию в текстовом виде и, собственно, жить хорошо и спокойно. Кать, что с книгой у тебя? Скажи, пожалуйста. 30 секунд. Книга пишется, спасибо, что спросили. Она будет называться «Все для астрологии» или «Астрология для всех». И она будет предназначена именно для людей, которые не профессионалы. То есть моя задача сделать так, чтобы любой человек, заглянув в эту книгу, мог ориентироваться дальше. То есть он мог учитывать как раз фазу Луны, чтобы это была прикладная астрология. Когда примерно? Я надеюсь, что в середине осени. Огромное спасибо. Будем ждать. Дорогие друзья, это был астрологический прогноз от Екатерины Максимовой на июль 2024 года. По-моему, все. Мы теперь вооружены. Кать, огромное спасибо. Друзья, прощаемся до завтра. Любовь Володина. Роман Шахов. Все, друзья. До свидания. Пока. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной.